И всем привет, ребят, с вами Стребайк, если я записываю новый ролик, сегодняшний видео ролик посвящен игровой тематике, мы продолжаем записывать обзоры на новые устройства из киберспортивного токомфанда, и сегодня у нас на повестке дня обзор устройства на смоку с пульсаром, посмотрим что она себя покажет, только вот недавно записал видос с твинцом, который меня лично очень сильно порадовал, в описании ссылочку на этот замечательный видос тоже оставляю, поэтому если вдруг не видели, то обязательно переходите и смотрите его на канале, ну а мы сегодня приступаем к обзору смоки, посмотрим что она из себя представляет, посмотрим насколько она жесткая или может быть не жесткая, смока в принципе на сегодняшний момент времени находится не в самом хорошем балансе, но быть может это устройство привнесет определенные изменения и покажет себя очень и очень круто. Катать будем сегодня на гиперионе, на викинга смоке, ну и мне лично хотелось бы запикаться в тдм очку, именно в этом режиме мне почему-то хочется попробовать реализовать эту смоку, ну либо же конечно в цп можно тоже хорошо попробовать тушануть на ней, а также по мне как, ну наверное эта пушка лучше всего сочетается как раз таки с такими корпусами как викинг, как паладин, то есть что-то среднее, на чем можно неплохо реализовать овердрайв, и одна из немногих наверное пушек, дальности, да, и ну можно считать смоку дальнобойной пушкой, которая работает очень эффективно именно на гиперионе, не на кризисе, а именно на гиперионе, то есть с кризисом как по мне смока показывает намного хуже результаты, чем на гиперионе. Так ли это на самом деле? Посмотрим сейчас прямо таки в этом бою, сейчас я только проверю, все ли у нас четко пошло, да, вроде как все у нас полетело, поэтому пробуем, смотрим, реализуем, попробуем еще пожить на вражеском респе, ну и самое главное посмотрим, какое количество критов будет залетать у нас по противнику, первый крит уже есть, второй крит уже есть, неплохо, это неплохо, это неплохо, чем больше критов, тем лучше, резы от смоки тоже уже имеются у противника, целых три реза есть, ну и потихонечку, потихонечку ребята все начинают тестировать уже новые устройства, поэтому здесь уже будет какое-то определенное сопротивление других пульсаров. Так, ну что, статус эффект наносим, добиваем, ну довольно часто, довольно часто критует, довольно часто критует, не скажу, конечно, что это супер жестко, но в принципе неплохо, 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 интерес, интерес, в любом случае интерес, пробуем, конечно, выжать максимум, посмотрим, насколько много киллов нам удастся набить на этой замечательной смоке, и сколько вообще очков нам удастся наколотить на ней, да, в рамках ТДН-ки, сумеем ли мы вообще здесь первое место занять. Что касаемо вообще статусника, да, насколько он эффективен при раздаче вашей расходки, да, и насколько эффективен он против противника, который может сразу реализовать припасы после статус эффекта. Наверное, смока будет похуже, будет похуже, чем Твинс, да, потому что мне все-таки кажется, что Твинс за счет постоянного дамага может накидывать намного больше урона, но даже эта смока в моменте может приносить неплохой плюс для вас и для вашей команды, именно против более сильного противника, да, то есть против обычных игроков в матчмейкинге, может быть, эта смока и не будет супер универсальной и супер жесткой, да, как и Твинс, но против противника, который играет на фулл качках, на хороших комбинациях вооружениях, да, он, эта смока может, ну, прям очень неплохо смотреться, хотя, в принципе, количество критов очень хорошее и по ощущениям критов вылетает даже больше, чем с обычными статус эффектами на устройство, да, то есть, например, какое-нибудь эмми или пробитие на смоку, мне кажется, наносит меньшее количество критов, но вы тоже должны понимать, что сейчас у нас уже, видите, сколько броников тут и резистов начнет появляться от этой пушки, потому что все начинают тестировать и, конечно, через время, может быть, даже она себя будет начинать показывать еще интереснее, еще лучше, ну, а так, в принципе, выглядит, как пушка в таком стабильном среднем балансе, по крайней мере, по первым минутам, которые мы вместе с вами сейчас видим, да, попробуем сейчас еще реализовать оверку, посмотрим, как под оверкой будет смотреться викинга смока, главное найти какой-нибудь моментик, хороший для реализации, ну, в принципе, вот более-менее что-то есть, более-менее что-то есть, но смока, видите, в чем проблема смокис, проблема главная в том, что очень нестабильно проходит урон, да, у пушки, то есть, за счет скорости полета снаряда, бывает, ваш снаряд пролетает над танком сверху и кажется, как будто это какой-то баг-лак, но это реально та механика, которая сейчас не доработана на этой пушке, и если полет снаряда сделать больше, скорость именно, да, то смока будет смотреться еще интереснее и еще круче, ну, и если учитывать тот факт, что это моя одна из самых любимых пушек, то я, конечно, хотел бы ее видеть в более приятном, более жестком балансе, но вот видите, Твинс не успел по мне статус эффект нанести, я его уже успел слить, то есть, в принципе, значит, в моменте смока может даже и больше нанести критических выстрелов и уничтожить противника, то есть, в принципе, на смоку, наверное, это тоже будет лучшее устройство на сегодняшний момент времени, то есть, у нас, грубо говоря, что на Твинс, что на смоку ввели два новых устройства, которые являются лучшими в своем виде, прям как в свое время было на Теслу, если на дистанции все так же самое и останется, то это будет, конечно, очень и очень круто, и для меня лично, да, любой, любой, на любой пушке статус эффектное устройство, а именно Пульсар, оно очень-очень эффективно против групп, да, и мой вам совет, если вы попадаетесь против серьезного противника, всегда берите Пульсар, он, ну, точно сделает больше, чем, чем устройство, которое будет, например, наносить какой-нибудь один статус эффект, я вот в этом уверен на 100%, потому что за счет статусника полного, то есть, четырех эффектов сразу, или сколько у нас там наносится одновременно, у вас будет намного больше вариаций и возможностей на препятствия, уничтожение и, ну, в принципе, сопротивление, да, к противнику более серьезному, так, ну, и вот видите, например, сейчас противник тоже у нас переодел, играл на Твинсе с Пульсаром, переодел на Смоку Пульсар, все-таки тоже для такой катки, оказывается, смотрится Смока намного интереснее, чем Твинс, да, у меня уже трехсоточка есть, в принципе, для такой катки, наверное, это неплохой результат, так, кто-то с нами еще здоровится, надо тоже ответить, молодому человеку, так, ну и пробуем, 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 пробуем дотушить, оп, хорошо, на статус эффектик, не, шикарно вот эта работа, когда ты четко даешь крит, наносишь все статус эффекты и сразу можешь разыграть эту тему, это прям вот суперэффективная вещь, мне прям очень сильно нравится, что есть такая возможность реализации, так, противник, здесь, оп, хорошо, опять крит, очень частые криты, очень хорошо, что именно столько критов вылетает в большом количестве на этой пушечке, если бы критов было бы меньше, то что Твинс, что Смока бы смотрелись бы не так круто, а за счет того, что есть большое количество критов, есть возможность намного лучше реализовать такие устройства с пульсаром, так, ну и у нас остается 40 киллов до конца, будет сейчас у меня еще один овердрайв, давайте постараемся выиграть эту катку, не проиграть ее, ну и попробовать, ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй, попробовать, конечно, дать еще как можно больше киллочков, пока что у нас 18, ну для такой ТДМ-ки это среднее количество, да, это не супер большое, как и на Твинсе у нас не было каких-то там заоблачных цифр, но с точки зрения устройств на эти пушки, то что одно, что второе устройство, как по мне, выглядит очень и очень круто, ой-ёй-ёй-ёй, тут новый громчик, да, неплохо так начинает наваливать, так, Торелла залетает, ну и Твинс под статус эффектами тоже начинает меня неплохо так разбирать, Паладинчик, конечно, это вот один из немногих корпусов, который супер актуален против Пульсара, и я думаю, что Паладинов в матчмейкинге на дистанции будет сейчас со временем, ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй, офигеть, ну вот видите, меня просто в два Пульсара мой овердрайв похоронили, при том, что у меня как бы, ну, есть иммунитет, но невозможно же взять иммунитет от всех, да, ты просто сразу же, ты просто сразу же улетаешь на респаун, и это, конечно, не может не огорчать в такой ситуации, ну ладно, главное, давайте выиграем катку, у нас плюс 4 кила есть, остается двадцатка до конца, громчик здесь пытается накидать урон, пытаемся тоже реализовать свою комбину, ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй, нет, мне всё равно он обривает здесь твинсы, но твинсы прямо очень круто, и прямо очень круто смотрятся, конечно, здесь эта пушка, если в упоре где-то начинает попадаться, смотрится прям великолепно, но начало было, конечно, поинтересней, против резов на смоке уже стало потяжелее, на твинсе, я думаю, что против реза особо сильно так чувствоваться не будет, а вот смока резисты прям очень сильно чувствует, так, пробуем, давайте здесь накидать ещё урончик, пробуем вот здесь разобрать, может быть, мамонта, ой-ёй-ёй, хороший шар, хороший шар, хорошая игра, хорошая линия, добиваем, 4 кила остаётся до конца, пробуем доработать, пробуем, пробуем, пробуем добить, 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 2 кила есть, 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 ещё, 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 надо выиграть, надо выиграть, а у нас уже плюс 10 килов, Точно выигрываем Один килл остается до конца И победка в кармане За 10 минут мы такую каточку сыграли Занял я второе место В принципе по очкам Если сравнивать с твинсами пульсара То у меня примерно что-то В том же Духе что и у них Получилось набить Ну и если просто Посмотреть на устройство Которое есть у нас на эту пушку То я думаю что это тоже Как и на твинс Лучшее устройство на сегодняшний момент времени Которое дает вам возможность Наносить все Статус эффекты по противнику А что самое главное Количество этих критов Количество статус эффектов наноса Довольно таки часто И это конечно не может не радовать Если вы каждой третьей Смокой Наносите крит Который стопит противника и наносит все статус эффекты Я считаю что это очень и очень Достойно И эту смоку Можно пробовать реализовывать На постоянной Основочке Пишите что вы думаете по поводу смоки Пишите что вы думаете по поводу этого устройства Играли на нем не играли Согласны вы с моей точки зрения или нет Будет интересно почитать Ваше мнение по этому поводу Обязательно поддерживайте данный видос лайком Подписывайтесь на канал Если вы еще вдруг не подписаны Нажимайте на колокольчик Дом не пускать новые видеоролики Ну и конечно же не забывайте Про тег создателя контента Которая находится в настройках игры В аккаунтике Мы лично и так Это тактимп Установите его Поддерживайте меня И участвуйте в розыгрыше На 1 миллион кристаллов На 20 тысяч танкоинов На 20 говорю На 30 тысяч танкоинов Вся информация по розыгрыше Есть в описании У нас увеличенные призы Поэтому участвуйте И выигрывайте ценные призы У меня друзья на этом все Всем спасибо за просмотр Всем удачи И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok